Депутаты окружного парламента готовятся к проведению первой осенней сессии. Она обещает быть насыщенной как по числу вопросов, так и по содержанию. Из 39 законопроектов, вынесенных на обсуждение, 11 носят социальный характер. В частности, меняется принцип и размер предоставления социальных выплат и льгот. Социальные законы были вынесены на общественное обсуждение и рассматриваются с учетом мнения жителей. Перед депутатским корпусом стояла непростая задача – рассмотреть корректировку соответствующих законов, адаптируя их к новым экономическим условиям. Документы самым тщательным образом изучались и детально рассматривались на заседаниях комиссии. Была проведена большая предварительная работа. Несколько раз собирались рабочие группы. По каждой мере социальной поддержки проводились обсуждения совместно с обществами инвалидов, ветеранами и другими льготными категориями граждан. Одно из изменений коснется условий проезда в общественном транспорте. Там предлагается установить проезд для школьников 50% от цены и для пенсионеров 20% от утвержденной стоимости. На частности для пенсионеров это будет 6 рублей. Для школьников это будет примерно 15 рублей в городе Наринмаре. Это также связано с необходимостью поддержать АТП. Сегодня это предприятие имеет убыток около 10 миллионов. С учетом полученных с тестом недополнительно будет 17 миллионов, то есть будет полностью покров данный убыток. Воспользоваться бесплатным проездом смогут инвалиды до 18 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, реабилитированные граждане. Эти изменения депутаты рекомендовали принять на ближайшей сессии в первом чтении. Также для принятия в первом чтении будут внесены изменения условий получения льгот многодетными семьями. Для них планируется в дальнейшем сохранить выплаты, но при условии, что семья проживает на территории округа не менее пяти лет. При этом доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов. Кроме того, внесены изменения в законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Сейчас эту выплату предлагают распространить только после рождения четвертого и последующих детей. В программу детского отдыха тоже внесены изменения. По путевке мать и дитя смогут поехать на отдых дети в возрасте с 4 до 9 лет. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15. Детям от 4 лет и до 9 будут предоставляться путевки мать и дитя. От 10 до 15 лет будут предоставляться путевки организованными группами. Это связано прежде всего с тем, что стоимость путевки мать и дитя – это 110 тысяч на одного ребенка. То есть 55 тысяч ребенку и 55 матери. Что касается стоимости отдыха от ребенка, потому что у нас был конкурс организованный – 24 тысячи. То есть мы можем отправить на летний отдых четырех детей, либо одного ребенка по путевке мать и дитя. Начиная с 10 лет, ребенок может отдохнуть в составе организованной группы под присмотром сопровождающих лиц. Дополнительные критерии предлагается ввести в законодательство о звании ветеран труда НАУ. Присваивать звание за 30 календарных лет женщинам и 35 лет мужчинам планируется лицам, имеющим почетные грамоты, звания и другие награды. Для тех, кто не имеет трудовых наград, стаж предлагают увеличить на 5 лет. Следовательно, для женщин он будет составлять 35 календарных лет, а для мужчин – 40. Еще одни изменения для ветеранов труда могут коснуться выплат ко дню рождения Нинецкого округа. Если раньше сумма составляла 10 тысяч рублей, то сейчас ее предполагают уменьшить до 5 тысяч. Этот закон планируется принять сразу в двух чтениях. По словам депутатов, данная мера может носить временный характер в связи со сложными экономическими условиями. Также в двух чтениях на сессии планируют принять закон о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов. Внести изменения предполагают в закон о компенсации расходов на оплату стоимости проезда раз в два года к месту отдыха и обратно неработающим инвалидам. В частности, предполагается дополнить закон критерием о размере среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В целях более эффективной реализации данной меры соцподдержки проектам предполагается ввести пункт об оплате проезда граждан, сопровождающих лиц, имеющих инвалидность первой группы к месту сопровождения. Особенно бурно парламентарии рассматривали проект закона, который касается оплаты больничного листа бюджетникам, муниципальным и госслужащим. Предлагаем расширить случаи, когда выплачивается компенсация до среднего заработка и ввести положение, согласно которым во всех случаях выдачи больничных листов в течение пяти рабочих дней такая компенсация будет выплачиваться, а также в течение 30 рабочих дней будет выплачиваться компенсация при нахождении на больничном случае, если в результате больничного проведено хирургическое вмешательство. Этот проект депутаты еще будут обсуждать. На сессии его планируют принять в первом чтении. Также законодатели рассмотрели проект постановления об обращении собраний депутатов Ненецкого округа в Министерство транспорта Российской Федерации о присвоении Наринмарскому аэропорту статуса узлового. Это позволит получать федеральное финансирование. Кроме того, на сессии депутаты намерены согласовать на должность заместителя губернатора руководителя аппарата Михаила Васильева и на должность уполномоченного по правам ребенка Риму Галушину.